Всем привет, с вами Прио. Как все прекрасно знают, 14 октября выходит припатч, и эффекты порчи, они просто-напросто уходят в небытие. Ну что ж, порча, ты была хороша, в первое время немножко рандомно, но окей, в тот момент, когда добавили покупку порчи, эта система, скажем так, засияла в полной своей красе. Не будем о грустном все-таки, то, что уходит порча, это реально грустно, статы просто-напросто уходят, то есть прирост стат, он будет меньше. И основываясь на эту мысль, я посидел и подумал, что было бы неплохо порассуждать насчет той темы, как сильно будут наши персонажи хуже себя чувствовать в момент выхода обновления 9.0.1. А припатч, это именно обновление 9.0.1. Да, у нас будут новые таланты, у нас будут новые различные способности, но порча убирается, порча давала очень много дэмэджа. Это факт, от этого никуда не уйти абсолютно. Порча давала реально много дэмэджа. Ну окей, полезная, конечно же, порча. Сумеречное разрушение на дамагерах мы рассматривать не будем, на неодетых еще к тому же дамагерах. Просто так сидеть, рассуждать на эту тему, скажем так, было бы не технически. Это пикнуть пальцем в небо, рассуждая о том, что вот, например, в текущий момент босс убивается за 15 секунд, а вот, наверное, на ПТРе-то он будет за 40 убиваться, потому что у нас порча не будет. Нет, все не так. Я подготовился тотально касательно этого, технически заимпровился в этом плане, повысил, так сказать, свои скилзы. И что интересненькое я для вас приготовил. Ух, это прям сюрприз для вас, я так думаю. Экран будет поделен на обе части. Следующие 10 минут, когда я закончу свой монолог. По левую сторону вы будете видеть те убийства, которые совершались на лайве, то есть на версии 8.3.7 в текущий момент, когда работает порча и, собственно, когда старые текущие таланты. В правой части экрана, в правой стороне, в правой половинке экрана будет обновление 9.0.1 с новыми талантами, без эффектов порчи. И также в левом верхнем углу и в правом верхнем углу будет таймер. После убийства босса также будет картинка с временем убийства какого-либо босса. В момент того, когда все это я делал, просто так кайфовал, но это реально круто. Вот действительно я сделал что-то на текущий момент классное. Реально. Теперь поговорим о боссах, которые будут присутствовать в этих отрезках. Гулдан. То есть я пытался маунта дропнуть и все это дело запечатлил. Что самое интересное, на ПТРе в момент убийства Гулдана мне давали такие ачивы, как Герои своего времени и на Кромке Лезвия. Чувствую, припатч будет довольно-таки интересным. Ну и Гробница Саргераса, Город, Храджатан, Госпожа Санжин в обычной сложности, в героической и в мифической. В мифической могу сказать то, что Город как-то очень сильно прошибает. Ну Храджатан тоже такой неприятный, своими кливами нормально бьет. И Дева в мифике. Дева в мифике, скажу чисто от себя. По-моему это еще с актуального времени так работает. Более 20 стаков набирать ей нельзя. В тот момент, когда она портается, стоит на месте и накастовывает свой каст. Наберете 20 стаков на ней, ваншот. Потому что потом будут вопросы, мол типа, вот я добегаю до босса, я не могу его убить, он меня убивает. Просто сбей каст, все просто. Каст можно сбивать только когда щиток ей собьете. Но собирая сферы, у вас увеличивается дэмэдж. Собственно, из-за этого в некоторые моменты может быть разный таймер времени убийства. То есть где-то на 5 секунд больше, где-то на 5 секунд меньше. За счет того, что вы там взяли больше или меньше сфер. Это нормально. Но опираясь на все эти отрезки, опираясь на всех этих боссов, я могу сказать то, что в принципе сила персонажа не уменьшилась очень сильно. Но то, что меньше хосты, приходится все-таки продумывать все свои руны, все свои ресурсы наперед, скажем так. То есть бездумно нажимать кнопки теперь не получится. Но мне это напоминает немножко Харстоун. Чуть в этом плане на текущий момент. То, что раньше были ДК-облики, все такое прочее. Было неограниченное количество ресурсов. Теперь оно хоть как-то ограничено. И в принципе в Варкрафте мы на текущий момент будем видеть то же самое. То есть нужно будет просто-напросто продумывать то, что мы будем нажимать в какой-то момент времени. Нажали не то, стоим без рун, стоим без силы рун, теряем дэмэдж. То есть как-то так. Окей, монолог на этом оканчиваю. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Жду ваши комментарии. Какие-нибудь технические комментарии, может быть там что-то подскажете интересненькое. Ну и свои эмоции, конечно, тоже можете описать. Счастья, здоровья, берегите ноги. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!